Значит, как мы упаковываем наш контент? Мы стараемся делать это максимально, деля его, ну вот просто уже технически, деля его на какие-то короткие абзацы, чтобы это легко было почитать и просматривать, смысловым образом их объединяя. Не всегда это, вот я скажу честно, у нас это не всегда получается, потому что мы все-таки ресифицируем, мы переводим контент. Но когда вы делаете свой текст, как журналист, я понимаю, что это довольно просто делать, просто как бы логически его делить на небольшие части. Как правило, мы стараемся перемешать, естественно, текст изображениями или видео, чтобы он легче воспринимался. Мы стараемся, чтобы у нас был язык, который мы пишем, внятный, и пунктуация тоже внятная, чтобы это не были предложения в стиле Льва Толстого, чтобы это не было на абзац, но чтобы это можно было просмотреть, прочитать, потому что все-таки большинство читателей наших, они, конечно, просматривают тексты, мы это понимаем. И мы меняем, мы стараемся пробовать разные форматы. Значит, вот я ни секунды не претендую на то, что я сейчас открою вам какую-нибудь Америку. Но вот те инструменты, которые мы пользуемся мы. Вот наши коллеги открыли для себя, ну, какое-то время назад, вот такой вот прекрасный сервис, который называется Exposure. Я его не рекламирую. Он немножко платный. Стоит он чего-то, то ли... Ну, там разные аккаунты. Есть самый простой аккаунт за 5 долларов, евро, долларов, долларов в месяц. Есть за 9 долларов в месяц. Там довольно широкие возможности. Значит, можно... Сейчас вот просто мы покажем, что мы делаем на нем. И его огромный плюс. Таких сервисов тьма. Понятно, что есть Тильда. Но Тильда, она все-таки сложная. Я как бы, ну, давно работаю, как бы, я там работала менеджером проектов, интернет, я все-таки журналист. И она сложновата даже для меня. То есть не всегда я понимаю... Ну, как бы, там довольно сложный конструктор. Эта Exposure, она проще, больнее. Алья, сложно крутить вот сюда. Да. Она прощупали на репу. То есть там очень жесткий... Жесткий... Ой... Да. Вот примерно так. Там очень жесткий вот этот вот layout, ну, как бы, шаблон. Туда очень легко... Вот Петр это неоднократно делал, подтвердит. Заливаются и тексты, и картинки. Там все предустановлено. То есть вы там просто вот заливаете тот контент, который у вас есть. И у вас получается такая красивая лендинговая страничка. Если у вас старый сайт, как до некоторого... до недавнего времени было у нас, который не позволяет много чего делать. Если у вас просто нет сайта, а есть только группа в соцсетях или страница. Если у вас... Ну, в общем, мы дошли до конца, там было видео по серединке, я не знаю, заметили его или нет. Где-то там есть даже у нас классифицированное видео. Это видео мы не переводили, потому что оно особо... оно не требует перевода. Вот, вот, но это на самом деле очень удобный инструмент. Потому что он абсолютно простой. То есть просто вот я... Я не знаю, наверное, они у меня должны какие-то проценты, потому что я его теперь всем рекомендую. Он очень... он правда очень удобный. Тильда только проще, да? Он вообще не как Тильда. Он просто там один layout. Но все-таки на Тильда ты можешь что-то как подшаманить, туда-сюда попереносить. Здесь layout простой. Текст, картинка, текст, картинка, текст, картинка, да. А вообще это ваша иначе-то срока у вас? Это? Нет. Это наш проект на Экспо уже. Это наш проект на Экспо уже. Там как бы есть аккаунт, который стоит... Не буду брать. Вот, то ли 5, то ли 9 долларов в месяц. Вот, там можно делать свой домен. И, ну, у нас он не сделан, потому что нас заодно еще видят, видимо, ну, благодаря этому пользователю Экспо уже, которые подписываются на нашу страницу на Экспо уже. И типа потом нажимают кнопочку Android. Которая, конечно, в нашем случае немножечко нас травмирует, потому что не очень понятно, чем они тут Android. Вот, у нас там еще есть про Сирию, про абсолютно разумношенную... Что если это ваш сайт для визуального контента, правильно? И просто без понятия, что... Это один из... Вот это то, про что нас... Про что вот вы спрашивали, видимо, да? Какие инструменты мы используем? Мы используем разные. У нас есть на нашем сайте тоже есть визуальный контент. Но, как бы, наш сайт, он, в общем, как бы, какие-то вещи делать не позволяет все-таки. И плюс это все-таки какое-то сообщество людей, которые еще нас тоже могут увидеть. Вот там эти Экспо уже, там, в принципе, это сервис для фото. Но у нас же все-таки красивые фото. Вот. И люди, как бы, могут увидеть нас еще и там. Кроме того, например, на этой Экспо уже нас видят подписчики страниц на других языках. А довольно часто это... Ну, наших страниц. Наших врачей без границ страниц. А довольно часто это, например, русскоязычные люди, которые просто не знали, что у нас есть русскоязычный сайт. Вот они заодно вот увидели и, может, как-то... Нет, я еще продолжаю тему. Допустим, вот вы сделали проект, да? Там, на этом, на английском использовании. И там, шортхенд тоже, да, смотрели? Шортхенд используют наши австралийские коллеги. И мы его не используем, потому что у них все-таки сложноватая вот эта вот вся история с регистрацией. И нам столько не нужно. Ну, да. Вот у вас есть вот этот спецпроект. Какая у вас наша дистрибуция происходит? Как люди, они узнают про вид того, что вы его расстрелите в том, что звук и так далее? То есть... И я счет того, что отправляете ли вы свои проекты на международные конкурсы, да, чтобы, не знаю, там... Мы не отправляем МСФ. Понимаете, тут такой вопрос. То есть МСФ мы лично не отправляем. МСФ, насколько я понимаю, в общем, на международные конкурсы особо тоже не отправляют сейчас. Потому что... Вы просто поймите правильно. Наша организация, к сожалению... Ну, как бы, потому что я просто не могу здесь поделиться никаким опытом. Уже не нужно. Про эту организацию довольно много знают. О нашей странице на английском языке и на испанском языке и на португальском языке по полтора миллиона... Только фейсбучные. По полтора миллиона этих лайков, да. Я уже там фолловеров больше, наверное. Вот. И там... Я уже молчу про аккаунты в Инстаграме. Ну, то есть и про Твиттер. Это реально... Ну, в нашем случае это просто не нужно. Ну, конечно, наверное, проект на экспозицию вы, наверное, не отправите на международный конкурс, да. Но для того, чтобы поделиться в тех самых соцсетях и отправить свой канал в Телеграме, если он у вас есть. У нас вот его нету. Вот. Но, как бы, если он у вас есть. Или в случае, если у вас, как бы, есть какие-то сложности с представлением этого контента визуального, какие-то ограничения, это прекрасный инструмент. Я просто, ну, как бы, дистрибуцию, но здесь нету, здесь нету, насколько я понимаю, волшебной кнопки из дистрибуции. Ну, может быть, она есть, но тогда вы поделитесь с нами, мы тоже очень хотим узнать. Я, например, недавно, например, могу привести на Webby Awards, выдела там тоже проект. Давайте, Ромик Афона, да. Управление по делам верных, собственно, сделали проект в Василии, с кем мы совместно делаем. Не помню прям. Но лично я представила весь этот конкурс, да, я увидела этот проект и, безусловно, я узнала. Да, то есть, когда в международный конкурс с большой аудиторией позволяют такие проекты, не выйдет, то это тоже большой плюс. А как Вы думаете, сколько людей пролистало эту страницу? Я до конца я пролистала. Ну, я понимаю, сколько, как Вы думаете? Зависит от аудитории конкурса. Я думаю, что это зависит от степени заинтересованности аудитории, да? Я вообще подписана, у меня вся страница вызвана. У нас прошло два... Полчаса. Полчаса. То есть, на самом деле, ну, как бы, зависит от цели, да? Конечно. Да. И, как бы, если у организации есть необходимость выйти на вот это вот международное, ну, то есть, у нас просто ее нет, то, конечно, это отличный инструмент. Но, если Вы хотите, ну, как бы, массовую аудиторию, да, то, чего хотим, например, здесь в России мы сейчас, чтобы просто люди о нас узнали. Потому что МСР здесь работает... Маш, сколько? Ну, где у нас, считаю, ну, здесь больше эффективный канал, там, другие, там, телеграммы... Их мы используем, да? Ну, просто зависит от того, с чего я начала, вы видите, мы просто как раз опоздали. Зависит от цели. У нас просто другая цель здесь сейчас. Но это отличный, то есть, на самом деле, если у кого-то есть такая цель, то, по-моему, это отличный инструмент. Ну, это очень сложно, я просто про это не говорю, там будет у меня, как бы, сейчас следующий слайд. Да, нет, слайд просто, да. Другой, про это будет следующий слайд, но я про это не говорю, потому что я так предполагаю, что не для любого российского НКО, и вообще, ну, даже не для, ну, даже очень мало таких российских НКО, для которых это вообще реалистично. Я некоторое время работала в Мемориале, и я довольно хорошо знаю про историю и про то, как происходила работа над топографией террора и над картой. Ну, довольно подробно. И я вам скажу, что это, ну, то есть, это надо быть Александре Поливановой, чтобы это реализовать, и иметь такую поддержку, которую она наняла в лице вот этих вот прекраснейших людей, да, как бы, вот, зубров правозащитного движения, да. И это реально, ну, я просто про такие вещи, как бы, ну, не думала, что это, ну, ну, это как бы, это про это можно поговорить как про историю успеха, но это не реалистично, это неприменимо для любого. Вот, значит, ну, что еще мы делаем, что очень просто и абсолютно бессмысленно, но очень прикольно. Вот, пожалуйста, вот мы открыли экспозицию, вы можете открыть ее сами, вы можете сфотографировать, если у вас в телефоне есть это волшебное приложение, которое читают QR-коды, ну, можно будет, да. Ну, QR-код можете, понятно, сгенерировать абсолютно любой, и для этого ничего не надо. Если хочется выглядеть современно, как вот ты живешь пять лет назад, то это можно сделать. Вот, но наши коллеги, на самом деле, в Гонконге, вот они это используют. Вот у них была сделана вот такая открытка, вот такая открытка, вот она здесь фотографирована. И это открытка, они их раздавали, и в Гонконге это работали, там люди реально читают эти QR-коды. И она переводит на простой опрос, который можно, они это сделали как бы с помощью разработчиков своих, но в принципе это можно сделать где угодно. Этот опрос, ну, то есть там как бы такая, как бы игра, то есть ты проходишь какой-то тест, что бы ты сделал, как бы ты поступил в той или иной сложной гуманитарной ситуации. Но только для того, чтобы это пройти, тебе надо обязательно зарегистрироваться, оставить свой e-mail. люди легко и непринужденно, в принципе, ну, можно использовать те технологии, которыми пользуются, в общем, мошенники. Почему бы нам не попробовать эту технологию, да? То есть люди переходят, люди оставляют свой e-mail, дальше вы с ними на связи. И это ничего, ну, нет ничего зазорного, вы собираете базу таким образом. Людей, которые вами заинтересованы, они осознанно взяли эту открытку. Они же не просто так, они видят, что там MSF написано. Значит, может быть, вы им интересны. Они захотят, они не будут отставлять свой e-mail, а может, они захотят. Ну, вот такой, например, простой способ для того, чтобы каких-то новых людей достигать. Ну, про шоксенд я тогда уже больше дальше не буду рассказывать, потому что, ну, в общем, вот просто имейте в виду, что такой сервис существует. У них довольно сложно в смысле прайсинга. Там надо с ними списываться, связываться. Там посложнее конструктор и поинтереснее. Ими пользуются многие мировые СМИ. Может, покажите, там красиво. Оно по-английски, оно красиво. Просто у нас уже время. Вот такое. Вот там карта. Ну, это, то есть, как бы, верстали они сами уже, естественно, но, как бы, там явно видна рука разработчиков в каких-то частях. Ну, по крайней мере, дизайнеров, да, вот она как-то, нелесомая. Вот. Значит, сейчас я вам покажу, тоже я тогда уже подробно на этом останавливаться, наверное, не буду. Хотя это, наверное, как раз тоже, про что, в общем, вот спрашивали вы. У нас есть два очень интересных проекта. Вот в презентации есть ссылки. Те, кто ее получит, могут посмотреть. Значит, это сайт, который называется World of Caps, который типа такой бутинг-ком. И там можно ввести страну, можно ввести, ну, в общем, как на бутинге, все. Ну, я не знаю, надо ли показывать. Я хочу показать вот. Да, я вот как раз хочу, скорее, да, с очень жестким. В общем, вот. Дальше. Вот он. Да. Вот это другой сайт. Извините. Сейчас. Вот это прекрасный сайт, который сделали наши коллеги итальянские. Он посвящен поисково-спасательным операциям нашим в Средиземном море. Вы, наверное, знаете, что МСФ, да, что МСФ занимается спасением людей в море. И там есть вот такая интерактивная карта. Эта интерактивная карта отвечает за всех остальных интерактивных карт тем, что она в режиме реального времени работает. То есть обычно карты, это, ну, типа, вот нанесли, ну, вот сейчас музей ГУЛАГа сделал карту очень крутую, где нанесены уже вот, ну, те места, где были лагеря, и как бы там все это открывается. И это, ну, это для тех людей, которые не очень понимают, это, конечно, поражает воображению. Но надо же, оказывается, лагеря были везде. Ну, видимо, не все об этом знали. Вот. Вот. Вот, но, но как бы, здесь отвечает в том, что в режиме реального времени можно посмотреть, где находятся, но сейчас, к сожалению, осталось только одно, поисково-спасательное судно наше, но как бы как проходили операции, где они забирали людей, где они их высаживали. Это было сделано прошлым летом, когда в Европе была довольно активная компания, медиа-компания, как бы направленная против этих наших поисково-спасательных операций. Как бы НСФ обвиняли в том, что организация заносит беженцев в Европу намеренно, и, типа, чуть ли не, просто не собирает их в море, и, как бы, просто помогает им, такой токсин устраивает до материка, там, и до Сицилии. Вот, и, как бы, эта карта, она очень ясно показывает, в том числе, да, что этого не происходит. Там видно, где, и, как бы, она основана на, собственно, данных морской организации, которая отслеживает местонахождение судов, и это очевидно там, из, как бы, из описания, из карты, и там очевидно, что ничего такого МСФ не делает, что эти люди реально тонут в открытом море, и их просто надо либо выловить, либо они там утонут. Ну, и, как бы, как гуманитарная организация, мы, в общем, все-таки, скорее забыли, да, ну, типа, как нормальные люди тоже. Вот, про Млодов Кэпс я не буду рассказывать, но там, интересно, там много историй. То есть там прямо реально истории, личные истории людей, которые живут в этих лагерях беженцев, и это хороший ответ на вопрос, почему они все рвутся в Европу, и почему им вообще там не нравится, если их там кормят, поят, и вообще им там должно быть очень хорошо, они же там на всем готовы. Вот там, в принципе, довольно понятный ответ. Там несколько лагерей беженцев описывается, и, как бы, это очень... Там очень простой ответ на вопрос, почему им там не нравится. Ну, не такая, не такая простая жизнь. Вот. Вот у нас там 5 лагерей беженцев, и про каждый можно очень подробно почитать. Описание, как на Букинг-Конне, там отзывы про отели, вот здесь тоже такое есть, но только отели какие-то такси. Вот. Значит, я понимаю, что у нас уже время заканчивается совсем, да? Значит, ой... Что произошло? Время закончилось, но я не знаю. Значит, про социальные сети, ну, я не знаю. Просто я, в принципе, когда вот эти кадры, вот эти слайды готовила, я уже понимала, что вот к этому моменту время у нас закончится совсем. Потому что мы собирались говорить про контент. Ну, здесь, я думаю, что то, что можно прочитать, вы просто прочитаете. Я, как бы, по ходу, как бы, пьесе о чем-то говорила, да? Ну, что мы делаем в соцсетях? Мы рассказываем о нашей работе в основном. Или привлекаем внимание к проблемам каким-то, про которые мы думаем, что люди, по крайней мере, в России, например, не очень осознают их. Иногда мы делаем какие-то вещи, про которые мы точно понимаем, что это будет успех. Например, выражаем благодарность нашим коллегам и публикуем их фотографии. И тогда это расходится максимально. И это видят многие люди. И у нас сразу прибавляется органических подписчиков. Но мы такие вещи, в общем, делаем нечасто, потому что мы бережем свой подход. Может быть, мы не правы. Мы стараемся быть, не заигрывать. Но бывают и удивительные моменты. Вот этот вот пост на арабском языке с скриншотами из WhatsApp, это разговор нашего сотрудника с врачом, который был в тот момент в Восточной Гути. Это врач, который когда-то работал в больнице, когда там еще были больницы в Восточной Гути, в которой мы все поколили его поддержку. Просто наши коллеги, с которыми наши коллеги, которые находятся уже в других странах, потому что там работать и нет возможности, они просто были на связи. Мы просто... То есть от бессилия, наверное, немножко от эмоций, наши коллеги решили, что они хотят этим поделиться. Они перевели на английский с арабского и мы перевели на русский. Этот диалог в WhatsApp, он реальный. Вот он по-арабски реальный в WhatsApp. И это довольно грустно. Врач говорит о том, что он никому не может помочь и что вокруг бомбят, и он не может помочь даже собственным родным. Ну, в общем, у нас есть группа страниц в Фейсбуке, там этот пост есть. Я рассказывать подробно не буду, но в целом там все понятно. И удивительным образом... Это не котики. Удивительным образом это один из самых популярных, опять же, постов на нашей странице. Без всякого. То есть мы его не продвигали. Мы никогда не включаем рекламу на такого рода вещи. Потому что невозможно, что это наша, в общем, общая позиция. Мы можем включать рекламу на какие-то более-менее нейтральные посты, про то, как мы открыли где-то больницу или что-то такое. Но такие вещи мы никогда не включаем в рекламу. Без всякой рекламы этот пост, он, в общем, один из самых популярных. Ну, потому что, в общем, люди, они, наверное, все равно лучше, чем... Ну, не меняются, в общем, природа человека, она как бы более-менее... Вот. Люди хотели про видео. Как мы снимаем видео, вот в двух слайдах. Как правило, когда люди работают в поле, у них не очень много средств, и не всегда у них есть профессиональная камера. И даже профессиональная тренога. Они с триподом работают, ну, таким как бы стандартным, который на стол ставится. Значит, в принципе, даже таким способом можно снимать вполне пристойное видео. Большинство MSF-овских видео сняты телефоном. И они вполне нормально выглядят. То есть все видеоролики... Не все, но многие. Те, которые вот из каких-то точек таких вот... Да. Ну, как правило, они, конечно, рекомендуют айфоном снимать. Что получается с андроидом, вы сейчас увидите. Вот следующий кадр. Как снимать. Вот. Если кому-то интересно, вы просто... Ну, как бы... Я просто не буду это рассказывать, потому что сейчас мы в духоте все умрунут. Ну, и это бессмысленно. Я как бы просто вот в двух словах написала те инструкции, которые, в общем, есть. А можно вопрос? Можно. Спросите согласие. Если человек дал согласие, а потом просит... Нет, так это вы бумажку подпишите с ним. Ну, то есть даже если он потом будет просить, нет? Нет, если он будет просить, то мы удаляем. Удаляем. Да. Но бумажку перед всегда... Да, но если человек уже подписал бумажку, он должен быть какой-то очень нестабильный. У него может изменить... Вот в контексте MSF у него может измениться ситуация. То есть, например, он может подписать бумажку, не подумав, а потом семья скажет, ты что, девушка, ты лицо свое хочешь показать? Мы удаляем, конечно. Это не вопрос даже. Тут не о чем говорить. Но в принципе, ну, это, как правило, если опытный коммуникатор, он такие вещи, ну, как бы, просчитывает и... Ну, я правильно говорю, да, и он задает вопросы. Ну, типа, а вы уверены? А давайте спросим у папы. Вот прямо сейчас. Ну, просто чтобы не тратить свое время в пустую. Зачем? Ну, как бы, да. Но, как бы, как правило, ну, нет, я как журналист вам могу сказать, у меня, в принципе, ну, есть какой-то журналистский опыт, довольно большой, наверное, даже. Ну, так. Очень редко бывает, что ты берешь у человека интервью, он подписывает тебе согласие, а потом он говорит, ой, нет, все. Ну, очень редко. То есть, ну, у меня такого не было, например. Ты довольно подробно ему рассказываешь, что будет. И он, в принципе, осознанно это делает. И он вот этот вот, в принципе, это, как правило, это согласие даже не имеет юридические силы. Но он поставил в подпись, и это психологический момент. Он, в принципе, ну, как бы взвесил, согласился. Вот. Собственно, вот. И я использую для адаптирования на русский язык две довольно простые программы, которые, я думаю, все знают. Это очень простая программа, Subtitle Edit, которая позволяет накладывать субтитры практически вообще, ну, это ничего не стоит. Она открытая, ну, в смысле, она в открытом доступе. Она бесплатная и очень простая и удобная. Вот. Ну, то есть и куча всяких тьюториалов в сети, как это делать. Ну, все очень просто. Ну, еще я использую Virtual Dab, который, понятно, что стар как мир. Ну, я вообще, я сейчас больше использую Adobe Premiere, но, наверное, не все используют Adobe Premiere, потому что он дорого стоит. Вот. Но, в принципе, вот для каких-то простых вещей резать можно в Virtual Dab, можно резать вообще в онлайн-видеокартере, да где угодно. Вот. Ну, да Винчи, он тоже с открытой лицензией, но просто да Винчи посложнее. Он как бы ближе к премьеру, и при этом там, ну, какие-то функции, в общем, усложнены. Если вам не надо вот прямо чего-то с накшипацией, ну, то можно вот так. Вот. А можно... Ой, нет. Витя, пока не спасибо. Вот я просто покажу, что это не сам... Ну, то есть, это то, что как бы снимает англоид. А она уже пошла. Ага. Только у нас звука почему-то нет, она у нас молча. Мы не узнаем, что нам рассказывает наша пациентка, но, в принципе... Давайте еще раз попробуем. Если мы не узнаем, то вы об этом узнаете... Это не специально. Вы можете об этом узнать на нашей предыдущей странице. Она там тоже это все говорит, но так гораздо дольше. В колонну перезиняются. Да не надо. На самом деле... Ну... Вы что-то хотите спросить? Я? Нет, я просто помню, я видел там, девушка рассказывает о том, как она... Да, оно довольно подробно, потому что мы его делали для противопоказания с Носимпозиумом, который в этом году организует и Машнисэп ежегодный, который в этом году происходил в Бишкеке. И как бы это было для специализированной аудитории, но нам настолько понравилось то, что она говорила. В смысле того, это было настолько релевантно для... Это было настолько релевантно вообще для ситуации с туберкулезом и здесь, и как бы... Ну, вообще, это универсальная история. Я не думала, что люди вроде бы еще были болезны, но меня успокоили тем, что, возможно, это примание, так что не волнуйтесь, и решили меня в первую очередь, не помню. Я лежала в больнице, у меня получается по всей тренинде, они там как бы лежали через диагноз, и потом мне рассказали переведи уже на другой этаж и конкретно в четвертый этаж. А, ну, понятно. Нет, я сейчас не работаю, это связано с болезнью. Получается, я очень долго плотно-патична. У меня всего получилось около 11 месяцев и конечного, и потом, когда закрыли, все у него... разные люди бывают, я не скажу, что все были в шоке и против, у нас первый начальник какой-то, но непосредственно начальник, но, в принципе, было завтра. Я понимала, что на старт я не смогу работать по состоянию, потому что тяжело я успеваю. Вот, я пришла на дорогой старт, но на большую, что я не чувствовала. Ну, вот. Собственно. Ну, вот так вот примерно снимает Android. Можно, наверное, лучше, если как бы это не зима, не белый снег, не погода. В общем, мы хотим. Я не знаю. Какой там будет? Какой кинем? Вот конкретно вот эти телефоны это было снято. Нет, на самом деле, я говорю, если бы это не было... То есть там были... Там была еще ситуация такая довольно, ну, стрессовая, и снег, и как бы, но, в принципе, ну, вот... Ну, нормальное качество вполне можно, монтировать можно. Ага. Спасибо.